Я сама училась в лицее вторая школа, и большинство моих друзей и моих одноклассников шли в более технические университеты, поэтому выбор совбака казался не очень очевидным в том контексте. Но при этом я очень довольна своим выбором, несмотря на то, что у меня была большая такая математическая база, и я много занималась математикой в школе, мне кажется, что совбак, он хорош для людей из этого направления тоже. Во-первых, потому что здесь представлены разные математические курсы, у нас есть математические курсы по выбору, можно взять дифференциальное уравнение, можно взять топологию, если вы хотите прям что-то глубокое, но при этом, конечно, есть обязательная база, то есть мы обязательно учим два семестра мат-анализа, у нас есть линейная алгебра и многое другое. Ну, как бы это такое просто базовое представление и понимание того, что здесь дадут какую-то базу, которая понадобится в дальнейшем. Но что было важно конкретно мне, это возможность выбирать курсы из очень большого количества направлений. В частности, я брала курс, например, по психологии, я брала драму и театр, то есть это курс на английском, где мы читали разные классические произведения, мы даже ставили свой спектакль, у нас был двухэтажный спектакль здесь, в очень красивом здании на Покровке. Мне кажется, что то, что возможность комбинировать вот такие курсы и делать свой уникальный трек, который подходит именно тебе, является одним из ключевых преимуществ САВВАКа, и это главная причина, почему я выбрала именно этот факультет. Я начала готовиться очень рано, и сразу скажу, я, наверное, не средний случай по больнице, а мне было относительно легко, потому что, во-первых, как я уже упомянула, у меня была какая-то математическая база, экономика очень хорошо ложится, если у тебя есть хороший матопарат, ну и плюс мне просто это очень близко, я начала в седьмом классе, то есть супер рано, у меня было много времени, я выиграла первый в сервис, ну я стала призером в девятом классе, нет, в восьмом классе, я уже начинаю забывать, уже вот второй курс, да, первый мой в сервис, первое призерство было в восьмом классе, потом у меня тоже были там, я была и победителем сервиса по экономике, и там много раз, мне кажется, что поэтому мне сейчас, в частности, легче учиться, потому что какую-то часть знаний я получила еще тогда, в период интенсивной подготовки к олимпиадам, и сейчас я могу чуть меньше внимания уделять курсам по принципу макроэкономика, микроэкономика, потому что я их уже знаю на каком-то уровне, и могу больше сосредоточиться на всяких интересных курсах, которые менее стандартные, которые, может быть, включают в себя более глубокую экономику, например, сейчас я брала Introduction to Finance, говорю на английском, потому что этот курс он читается, на английском у нас есть и такие курсы, и, собственно, Introduction to Finance — это очень крутой курс, потому что он дает уже такое глубокое, мне кажется, понимание финансов и вот именно этой сферы экономики, то есть если хочется углубиться, то даже после Всероса есть очень много хороших курсов, которые будут давать глубокое понимание, потому что у некоторых ребят складывается такое впечатление, что вот я приду со Всеросом и буду все знать. Нет, это совсем не так, на первом курсе, правда, легче, но дальше уже чувствуется, что все, ты на равных, ты наравне со всеми, и нужно доказывать заново и заново. Мне кажется, что я очень хорошо прокачала, знаете, письменно английский, потому что у нас есть прям курсы, которые на это направлены, у нас вообще какая-то миссия совбака — довести всех людей к моменту выпуска до определенного уровня. Мне кажется, что это очень важно, потому что, во-первых, многие хотят поступать в какие-то иностранные магистратуры или вообще смотреть на работу не только на российском рынке, но и на зарубежных рынках, и поэтому как бы без знания языка никуда. Ну и плюс вот этот формат, что всех как бы доподнимают до нужного уровня, это тоже ценно, потому что многие факультеты, многие программы, у них просто нету такого продуманного трека. Я пришла с хорошим уровнем английского, и я брала только два курса английских, ну вот обязательно. Я могу брать больше, но в этом нет необходимости. Но многие мои друзья, кто пришли с более низким уровнем, они должны взять 4 или 6 курсов обязательно за время обучения, и они все, наверное, вот уйдут с очень хорошим уровнем, который позволит им работать и развиваться. Мне кажется, самое классное на совбаке — это, во-первых, люди, они очень мотивируют расти и развиваться. Все супер старательные, супер заряженные, и мне кажется, это здорово, что я могу просто вот прийти, куда бы я ни прошла, я могу, не знаю, спросить, а куда мне идти дальше, а что мне делать? И я получу тонну фидбэка, каких-то отзывов. Мне кажется, что это важно, потому что развитие, оно возможно только в такой заряженной среде. Ну и еще лично для меня очень важна какая-то свобода выбора, как я уже упомянула, и совбак дает ее. И не только в рамках нашего университета, там, Высшей школы экономики РЭШ, но и в рамках программ обмена. У нас есть большое количество разнообразных программ, у нас есть партнерства, они, конечно, чуть-чуть сократились, к сожалению, в последнее время, но они все еще есть, и то, что они есть, лично для меня это большое чудо и большая радость. Многие мои друзья в следующем семестре поедут на разные программы обмена. Кто-то поедет в Мексику, кто-то поедет в Гонконг, и, по-моему, это очень классно, что ребята смогут посмотреть разные страны и мир. Я сама тоже уезжаю на программу обмена, и мне кажется, что подход нашего учебного офиса, когда нам дают засчитать, например, курсы, пройденные в иностранном университете, засчитать их здесь, это очень здорово, потому что, ну, это немножко, как бы, уменьшает давление, потому что некоторые университеты, они обязывают, например, брать академический год в случае какой-то мобильности, просто потому что они боятся, что там студент что-то пропустит и так далее. Нет, наш учебный офис, он, конечно, проверяет, он сравнивает силобусы, он не отпускает нас прям просто так, но при этом всегда идет нам встречу, всегда помогает, например, вот с обменом.